Городская госавтоинспекция подвела итоги выходных. Оптимизма они, увы, не добавляют. Судите сами, в период с 25 по 27 мая в Магдиногорске было зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, одно из которых с пострадавшим. Подробности в материале Татьяны Зайцевой. На своих экранах вы видите двор, где и произошла неприятная ситуация. 25 мая в половине девятого вечера в районе дома номер 141-2 по проспекту Маркса, женщина 1973 года рождения, следуя на автомобиле Ford Focus по межквартальному проезду, наехала на 9-летнего велосипедиста, выехавшего с прилегающей территории. Мальчик получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Инспекторы ГИБДД акцентируют внимание на том факте, что ребенок катался на велосипеде без сопровождения взрослых. Впрочем, соглашаются дорожные полицейские, присутствие рядом родителя отнюдь не гарантия безопасности. Так, 22 мая в 9 часов утра в районе дома номер 93 по проспекту Ленина водитель, мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем Peugeot, совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда пешеход, мальчик, 5 лет, получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. В это утро, как обычно, ребенок направлялся в детский сад в сопровождении своей матери. Дойдя до пешеходного перехода, загорелся красный сигнал светофора. Женщина остановилась. Однако она недостаточно крепко держала ребенка за руку, что позволило ему вырваться и выбежать на дорогу. Добежа до середины проезжей части, ребенок, оглянулся, увидев, что нет матери, развернулся и побежал в обратном направлении. Вот именно в этот момент на него был совершен наезд автомобилем. Всего же с начала года на территории Магнитогорска в ДТП ранения различной степени тяжести получили 12 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года было ранено 15 детей и подростков. В школах уже начались летние каникулы, а значит, вскоре все больше ребят будут предоставлены сами себе. Госавтоинспекция обращается ко всем родителям быть более внимательными к своим несовершеннолетним детям. Ежедневно напоминать детям о требованиях, которые предъявляются к юным пешеходам, а также к юным велосипедистам. Ребенок должен точно знать, где территория безопасна для управления велосипедом. Также дети должны знать, что подъезжая к пешеходному переходу, ребенок должен спешиться и переходить в проезжую часть, являясь пешеходом, а не велосипедистом. Татьяна Зайцева, Влад Набиев, телекомпания ТВН.